МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Владимир Михайлович Канашевич известен каждой читающей семье в нашей стране как замечательный книжный график, один из создателей современной детской книги. Он автор многочисленных пейзажей, натюрмортов, исполненных на тончайшей китайской бумаге, акварелью и глашью. Он реставратор, педагог, превосходный литератор, тонко чувствующий слово. Он был наследником русской изобразительной школы, продолжал мироискусническую традицию. Его учителя Малютин и Коровин, старшие товарищи Бенуа, Добужинский, Остромов и Лебедева, друзья воинов Петрофоткин, Тырса. В раннем молодости Канашевич предполагал быть архитектором, затем живописцем. Он работал с декоративными росписями во дворце князя Юсупова на Мойке в Петрограде, стал участником создания монументального памятника жертвам революции на Марсовом поле. Ему принадлежит чеканный рисунок шрифта, которым написан текст на гранитных камнях. В 1918 году жизнь художника неожиданно изменилась. Он был командирован в Павловский дворец, требовавший музейной охраны и изучения, где работал художником-реставратором, научным сотрудником и помощником-хранителя дворца-музея. В 1919 году Канашевич перебрался в Павловск окончательно. Сначала поселился с семьей в бывшем директорском доме при музее, а затем в 1928 году переехал в бывший дом сенатора Гарина по адресу Зверинецкая улица, угол 3-й Матросской, дом 34. С этого времени Павловск определил весь распорядок жизни Канашевича – творчество, домашнее устройство, общественное состояние, дружба и связь. Два десятилетия, прожитые в Павловске, были счастливые. Художник постоянно работал и создавал замечательные произведения, большая часть которых оказалась безвозвратно утрачена в начале войны. Сохранившиеся Павловские пейзажи, исполненные размытой тушей на китайской рисовой бумаге, принадлежат к числу безусловных шедевров, созданных Канашевичем. Там же в Павловске Канашевич полюбил работать над натюрмортом в интерьере. Дом, в понимании художника, оберегаемое частное пространство, в котором можно остаться наедине с собой. Мир, наполненный памятными предметами и поэтому особенно дорогой, имеющий собственный глубокий смысл. По своему характеру, по душевному складу, Канашевич был очень домашним человеком и мечтал прожить всю жизнь в одном доме, где вещи были бы связаны с воспоминаниями и могли стариться вместе с хозяевами. Но он принадлежал к поколению, на долю которого выпали такие испытания, о каких никто не мог помыслить. И, как в судьбе каждого человека, место жительства Канашевича повлияло на его жизнь и творчество. С Павловским миром пришлось навсегда расстаться в начале сентября 1941 года. В отделе рукописи Русского музея хранится черновик письма художника Канашевича одному из руководителей Ленинграда. Речь идет о предоставлении квартир. Казалось бы, обычная, даже банальная ситуация, если бы не время и не обстоятельства, из-за которых и было написано это письмо. «Более двадцати лет я прожила в городе Слуцке, бывшем Павловске. В сентябре нам с женой пришлось уйти из Слуцка буквально под огнем немецкой артиллерии. В моей квартире остались почти все мои произведения, очень ценная библиотека и все вещи. Мы остались без крова. С тех пор мы живем то там, то здесь, у друзей и знакомых. Прошу вас очень помочь мне получить ордер в Доме работников искусств на проспекте Кирова. А если это невозможно, предложить райсовету предоставить мне пустующую квартиру в любом другом доме и даже районе города». Этот короткий документ позволяет еще раз прикоснуться к блокадной трагедии, вдуматься в эпизоды частного существования одного из жителей Ленинграда. В письме, наполненном реалиями военного времени, как в капле отразились наиболее драматические события жизни Канашевича, которые он переносил и достоинством и неподдельным мужеством истинного интеллигента. Канашевич не получил искомую квартиру в Доме работников искусств, где в разное время жили художники Петров, Воткин, Пахомов. До конца весны 1942 года он оставался в Доме 29 на Геслеровском проспекте на Петроградской стороне, а затем поселился на Маховой улице 12 на другом берегу Невы, где в 1991 году была установлена памятная доска. Из воспоминаний Канашевича. Я пишу опять на новом месте. Мы с женой уже две недели живем в собственной квартире на Маховой, наискосок от того дома, где жил когда-то Гончаров. Место хорошее, улица тихая, квартира недурная, просторная, солнечная. Как бы мы и порадовались в другое время. Но все, о чем мечтаешь, приходит или не тогда, когда надо, или не в том виде, как хочется. Так уж видонарочно устроено, чтобы человек не очень загордился. А почему ему гордиться не полагается, не могу понять. Через два года после начала войны он писал старому другу Корнею Чуковскому. «Рассказывать, как мы жили и что пережили, невозможно. Это не укладывается ни в какие человеческие слова. Каким-то чудом мы остались живы и целы. Мы – ленинградцы. Люди не вполне нормальные. И, вероятно, уже никогда не придем в норму». Что означало иное понимание категории жизни и смерти. В самом деле, можно ли рассматривать восхищение красотой замерзшего, голодающего города, каким был Ленинград, в качестве норму? Но слова о новом восприятии реальности встречаются во множестве воспоминаний. О том же говорят произведения, переживших блокаду, живописцев и графиков. Самые пронзительные по силе впечатления блокадные пейзажи, созданные Канашевичем зимой 1941-1942 года на Геслеровском проспекте, обладают редкой свободой и живописностью. Они передают характерные для жестокой зимы световые цветовые изменения, увиденные художником во дворе своего дома. Современный двор, в котором хотелось найти черты того давнего, сохраненного во многих акварельных листах, позволяет лишь оконтурить еще существующие внешние границы. В своих воспоминаниях, написанных в военное время, Канашевич лишь слегка набросал штрихи блокадной жизни, потому что был погружен в давние, прошедшие года. Но этих штрихов, оказывается, достаточно, чтобы представить неприходящий ужас блокадного существования. Цитирую. 1942-й. Начало мая. В апреле несколько теплых дней, и опять холода. По утрам лежит снег на крышах. Ночью отдаленная канонада. Вспышки неслышных выстрелов. В разное время дня, то по утрам, то к вечеру, артиллерийский обстрел города, иногда очень ужесточенный, или налеты. Тогда грохот зениток. Страшно жить. Не потому, что страшно умереть каждую минуту. Сама жизнь страшна, невыносима, невозможна. Но художник, а ему уже за 50, продолжал работать. Кроме превосходных станковых, акварелей, пейзажей, портретов врачей и медсестер, было создано несколько десятков листов, больших иллюстраций для атласа по истории переливания крови, изданного после войны. Канашевич одновременно устраивал музеи для сануправления Ленинградского фронта и руководил детским художественным отделом при гос. лит. издате. До конца своих дней Канашевич тосковал по Павловску. Об этом он писал другу, художнику-войну, в 1944 году. Скорблю по Павловску. Жизнь в городе, хотя и в таком тихом, не во всех, к сожалению, смыслах, как наш теперь, мне кажется, слишком суетной и рассеянной. В феврале 1944 года, сразу после освобождения Павловска, Канашевич отправился по старому адресу. Именно об этой поездке написаны горькие слова в письме Чуковскому. «Был я недавно в Павловске. Не рассказать человеческими словами. Было у себя в доме. Дом стоит без крыши, без дверей, без окон, никаких следов обстановки, ограблен и разгромлен систематически, и по всему видно недавно, перед самым отходом. Город, парк, дворец искалечены, опустошены. Я работаю в комиссии по учету убытков, нанесенных памятником культуры». Последние 20 лет жизни художника прошли в Ленинграде, на Маховой улице. Его уютный дом, заново устроенный после утраченного Павловска, постепенно приобретал черты самого хозяина, доброго, благожелательного, одного из самых счастливых людей по определению Чуковского. Черновик письма, обнаруженный в отделе рукописи русского музея, заставил провести настоящее топографическое расследование на Петроградской стороне. Дело в том, что многие произведения Канашевича имели неуточненное название. Уже давно хотелось расшифровать коротко «Ленинград-Геслеровский проспект». Адрес, данный художникам, казалось бы, приводил к дому. Но возникли неожиданные сложности, поскольку нумерация домов на проспекте, ныне Чкаловский проспект, менялась. Путем долгих вычислений был установлен дом на углу Большой разночинной улицы и Чкаловского проспекта, двор которого являлся предметом художественного изучения Канашевича зимой 1941-1942 годов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok